Испытали море эмоций и получили бесценный соревновательный опыт. Магнитогорские спортсмены вернулись с первых в сезоне соревнований по водным видам спорта. В Баландино под Челябинском ребята состязались в индивидуальном и командном зачетах в категории слалом. О результатах стартов и планов на сезон спортсмены рассказали нашей съемочной группе. 24 мая как раз здесь в Татус Мугале мы будем организовать сплав для союза молодых металлургов, для активистов, то есть как поощрение за год работы. Ребята из Магнитогорского водного клуба обсуждают планы на ближайшее активно-спортивное будущее и подводят итоги прошедших стартов. Неделю назад они официально открыли сезон, съездили в минувшие выходные в Баландино под Челябинск, где состоялись открытые соревнования по водным видам спорта и открытый кубок Челябинской области на дистанции командная гонка. Магнитогорск на этих стартах представляли 11 человек. Это и опытные инструкторы, и новички, которые только начали заниматься. Соревнования, рассказали ребята, получились масштабные. Они объединили более трех сотен человек со всего региона. Состязались спортсмены в индивидуальном зачете, на каяках и в командном, на катамаранах, на двойках и четверках. Мы себя показали ни в одной категории, мы не заняли последнее место, грубо говоря. Во всех категориях, где мы оставляли к экипажам, мы заняли, ну, там, пусть не первую десятку, но вторую десятку мы закрывали точно. Речка позволяла им научиться неопытным. За счет того, что глубина небольшая, кинуться на каяки было довольно проблематично, мы могли, то есть там, и в течение, и в струю побить, и в уголок заходить, при условии, что как бы опыта только кафельный у ребят был, и все это позволилось поотрабатывать и потренироваться, ну, для дальнейшей, сделать задел на будущее, так скажем. Магнитогорский водный клуб существует менее года, потому для многих ребят это был первый выход на большую воду. Роман Стариков признается, ранее ничего подобного не переживал. Водные виды спорта он начал осваивать всего два месяца назад. Эмоции только положительные, и я бы хотел еще раз съездить на такие соревнования. А выводы, ну, тут не так все однозначно. Я думаю, что мне нужно потянуть физическую форму и купить свой каяк. За опытом гребли на открытой воде съездил на соревнования Данил Лисьянский. Он в клубе с января. Молодому спортсмену не удалось выступить. В последний момент обнаружились проблемы с оформлением документов. Однако все два дня он наблюдал за товарищами и сам параллельно осваивал технику гребли на большой воде. Получили очень большой опыт и новых навыков. Нам всегда помогали инструктора. Где-то что-то подсказывали, как правильно выполнить то или иное упражнение. Погода порадовала. Было, конечно, и прохладно, и минусовая температура, и плюсовая. В целом поездкой доволен и большое спасибо водному клубу «Ривер Бразерс». Эти соревнования – так называемый «исток». Впереди у ребят бурлящий захватывающий сезон, наполненный открытиями и победами. Из самых масштабных планов экспедиции на Кавказ, Алтай и Саяны будут покорять ребята и реки Башкирии. Во всем нашем начинании нам очень сильно помогает Союз молодых металлургов и с помещением с этим, и с организацией. Мы сейчас заканчиваем нашу теоретическую часть и переходим уже к глубокой практике. Это не только практика, но это будет, так скажем, для ребят возможность со временем, пусть не в этом году, но в следующем закрыть какие-то разряды, получить там спортивные разряды, кандидатов в мастера спорта, мастеров, получить корочки спасателей на воде и так далее. Возможно, для кого-то это в дальнейшем определит какую-то там цель жизни или хотя бы станет очень глубоким любимым хобби. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.